МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире «Социальный фактор» в студии Екатерина Кучумова. В начале коротко о темах сегодняшнего выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мать и дитя в июне в Центре комплексной реабилитации инвалидов Русь начался очередной целевой заезд. Лучшие специалисты Оренбургского регионального фонда социального страхования получили заслуженные награды. Достоинство и милосердие лучшим врачом Оренбургской области признана Галина Черепова. В эти дни в реабилитационном центре Русь проходят профильные заезды для детей, страдающих гемофилией, детским церебральным параличом, сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями крови. В текущем году запланированы 4 заезда, в которых отдохнут 260 детей и 130 сопровождающих. Репортаж Марии Алексеевой. Солнце, воздух и вода – детство лучшие друзья. А если детство с непростым диагнозом, тогда тем более эти лучшие друзья всегда должны быть рядом. Центр реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья Русь – это и прекрасный воздух, и замечательные солнечные детские площадки, живописные зеленые зоны отдыха, беседки. Но самая главная ценность Руси – это мощная лечебная база и волшебные руки специалистов. Сегодня мы убедимся в этом сами. В нашем мире очень много детишек со сложными диагнозами. Я не преувеличу, назвав детский церебральный паралич одним из самых тяжелых. Одним из самых главных пунктов работы с данной категорией является оказание помощи в реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Конечно, дети-инвалиды – это категория федеральная, и на федеральном уровне для детей-инвалидов в соцпакете предусмотрено санаторное оздоровление. Но понимая, что далеко не все дети получают путевки, так сложилась практика, поэтому мы берем вот часть на себя. Ежегодно в Оренбурге около 4 тысяч детей с инвалидностью проходят курс реабилитации в учреждениях социального обслуживания населения. Все они в достаточной мере справляются со своими задачами. Но все же Русь – особое место. Приехав однажды, и родители, и дети зачастую становятся здесь завсегдатаями. Как, например, Владислав – смышленый парень, 14 лет. Рассказывать об этом центре он готов долго и много, но сам факт, что Влад ходит, говорит за себя. Этого мальчика 11 лет назад принесли сюда на руках. Благодаря стороням врачей центра и упорству мамы-ребенка произошло практически чудо. Парень уже многое повидал на своем веку. Знает он, что отношения к таким детям бывают разные. Даже в специализированных учреждениях. Поэтому, когда мы попросили его сказать о том, что нравится больше всего в Руси, он ответил. Они относятся ко мне, ну, добросовестно никак. Бывает, не очень относятся, как говорится, халатно. А это относится прям идеально. Дети с ДЦП ведут особый образ жизни. Их реалии – это клиники, санатории, реабилитационные центры. Но во многом они такие же, как и все остальные. Хотят радоваться жизни, прыгать, бегать, веселиться, читать книги и делать то, что делают другие ребята. Их жизнь можно улучшить, им можно помочь. И в этом вопросе очень многое зависит от того, в каком возрасте начато лечение и как оно проводится. И очень важно выбрать правильный реабилитационный центр. Постоянно приобретаем новые какие-то аппараты. Вот у нас очень хорошо в смысле электролечения. Это магнит, лазеротерапия, Дарсенваль применяется. Водные процедуры, это у нас ванны, бассейн. Дети очень даже любят. Теплолечение, пилоидотерапия применяется. Это не просто санаторий. Это своеобразная мека медицинских достижений, способных дать шанс стать чуть ближе к заветному слову «здоровье». Одно из таких чудес – костюм Адели. Несмотря на романтичное название, очень серьезная и действенная разработка для ДЦПшников. Улучшает координацию движений и дает возможность ходить. Приезжая сюда многократно, родители убеждаются – здесь ждут их детей, могут им помочь. И это вселяет в них надежду. Это один из центров, который действительно встречается всегда доброжелательно, оказывает много поддержки. Само здание приспособлено для детей-колясочников, что очень важно. Все специалисты очень добродушные, очень внимательные, всегда по-доброму, с пониманием относятся к нашим проблемам. Особенно тяжело приходится тем, кто только что столкнулся с такой проблемой, с тяжелым диагнозом ребенка. И в этом готовы помочь родителям психологи центра «Русь». Самое тяжелое – это принятие ребенка, принятие этой ситуации. Часто медицина пока не может помочь, излечить, даже диагноз ДЦП. Терпение, забота, капельку, наверное, своей души какой-то отдаешь. И с годами как-то больше с сочувствием, состраданием к ним относишься. Потому что у нас по-другому нельзя работать. Эти дети всю свою жизнь просто борются за то, чтобы научиться двигать руками или ногами, держать голову самостоятельно, есть. Чтобы хотя бы иногда давать отдых своим бессменным опекунам, которые, несмотря на все свое мужество, живут в постоянном стрессе. И часто думают, что они и их проблемы никому не нужны. Для родителей возможность, в принципе, такая же, как и для детей. Мы их ни в чем не ограничиваем. Если по состоянию здоровья они нуждаются также в оздоровлении и влечении, то врачи назначают такой же реабилитационно-оздоровительный цикл и процедуры. Если бы он сам мог себя обслуживать полностью, я бы, конечно, его одного отправила. Но так как не все мы можем, поэтому приходится ездить вместе. Мамам хорошо. Мамам тоже реабилитация проводится. Плюс общение между собой проводится. Мы делимся опытом, мы делимся впечатлениями, друг другу советуем, куда лучше обратиться. Любить иных – тяжелый крест. Другой смысл вкладывал в эти строки Пастернак. Но как понятно, они становятся именно здесь. Иные дети часто считаются обузой для общества и своих близких. Но любят их все же больше. Не только родители, но и весь, без исключения персонал реабилитационного центра «Русь». Всех своих пациентов они знают по именам. Воспроизводят в памяти все их достижения. Грустят о невозможном. И неудивительно было узнать, что в «Руси» трудятся два победителя областного конкурса «Лучший соцработник». Это директор центра Юрий Прескалов и медсестра Ирина Рева. Сердце, отданное людям. Для сотрудников «Руси» это не рабочий девиз, а, пожалуй, смысл жизни. Поэтому люди едут сюда с удовольствием, уезжают с неохотой. А дома вспоминают с теплотой и мечтают о новой встрече. И верят, она обязательно будет. С положительной динамикой, маленькими и большими победами. Счастливыми лицами родителей и детей с такими непростыми диагнозами. Главное, их здесь ждут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова